всем привет я рада приветствовать вас сегодня с новым славом от господа и господь ведет на сегодня книги притчик 24 главе давайте мы с вами прочитаем 14 стих мы можем начать читать 13 для того чтобы получить более полную картину того что здесь говорится здесь сказано ешь сын мой мед потому что он приятен и сот который сладок для гортани твоей таково их познание мудрости для души твоей если ты нашел ее то есть будущность и надежда твоя не потеряна я верю что это 14 стих он связан с третьим стихом этой же главы котором сказано что мудростью устрояется дом и разум утверждается и этот третий стих он противопоставляется стиху девятому в котором сказано что полумысел глупости грех и кощунник мерзость для людей и так давайте мы с вами разберемся по порядку пройдемся по этим стихам по порядку стих 14 вот как звучит в расширенном переводе библии таким будет и познанию умелой и благочестия мудрости для твоей жизни то есть тринадцатом стихе говорится о том что такого же как мед сладок для гортани таким будет и познание умелой и благочестивой мудрости для твоей жизни если ты нашел ее тогда будешь иметь будущее и награду если достойно то тогда будет будущее и награда если дословно переводить и твоя надежда и ожидания не будут уничтожены и так еще раз таким будет и познание умела и благочестия мудрости для твоей жизни если ты найдешь ее тогда будешь иметь будущее и награду и твоя надежда и ожидания не будут уничтожены и да здесь говорится о том что кто находит мудрость тот будет иметь будущее во свете формулировки в синодальном может сказать что мудрость и есть будущность то есть мудрость дает будущее и не просто дает а устрояет ее его ведь стих 3 расширенном переводе библии говорит о том что мудростью устрояется жизнь то есть не только дом как сказано в синдальном переводе но расширенный перевод библии говорит о том что мудрость устрояется жизнь, дом, семья. Толковые слова Ефремы поясняют будущность как период времени, который последует за настоящим, и как дальнейшая судьба чего-либо кого-либо. Соединив все это вместе со сказанным в Писании, можем увидеть, что мудрость устрояет и определяет дальнейший ход судьбы человека, направляя его к просветлению и жизни вечной. Вот почему стезя праведного, как светила лучезарная, которая все более и более светлеет до полного дня, о чем мы читаем в книге притча 4 главе в 18 стихе. Потому что мудрость всегда ведет к праведности, к правильным решениям и поступкам. А все это приводит к желаемым результатам, процветания, успеха и благополучия, потому что высвобождает благословение к действию. Более того, стих 14 говорит еще и о том, что мудрость приводит к осуществлению, к исполнению надежд и ожиданий. В то время, когда люди в мире терпят разочарование и лишаются надежды, Божья мудрость ведет к исполнению ожиданий. И почему так происходит с другими людьми? Потому что они не нашли и не последовали истинной мудрости. Мудрости, проходящей свыше, то есть мудрости Божьей. А потому, пойдя с совершенно противоположным ей путем глупости, получая, к сожалению, такие же результаты этого пути. Потому что в то время, как мудрость устрояет жизнь, о чем он говорит 3 стих этой 24 главы притчи, глупость расстраивает ее. Потому что помысел глупости всегда грех, о чем мы читали в 9 стихе, который открывает двери для действия проклятия в жизни человека. Вот и получается, что проклятие действия приносит разочарование и уничтожает надежды и ожидания. Но мудрость приносит благословение, а потому дарует светлое будущее, в котором исполняются надежды и ожидания последовавших за ней. Вот почему вот в версии 4.6 сказано, что гибнет народ от недостатка ведения, от недостатка знания. Потому что не имея необходимой мудрости, люди не могут найти правильный путь, чтобы пойти по нему. А потому, находясь на пути глупости человеческой, о чем он говорит 1 корректном 1.20 и 3.19, получат соответственные результаты этого пути. А конец его, как говорит в притче 14.12, путь к смерти, чему передует неудачи, падение, разочарование и крушение надежд. Но Бог приготовил выход. Господь приготовил лучший путь. И это путь его мудрости, который ведет к благу, счастью и благополучию, к осуществлению ожидания и исполнению надежд в будущем. Вот почему оно светлое. Потому что оно полно исполнения надежд и осуществления ожиданий. Алиос, слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя за белье этой милости, благодати и всем то, что Ты нам открываешь и показываешь. Мы благодарим Тебя за Твою мудрость, которую Ты нам даешь, чтобы она вела нас к светлому будущему, которое Ты приготовил для нас, которое полно исполнения надежд и осуществления ожиданий. Отец, молимся Твоей милости и благодати, чтобы Ты помог нам идти по этому пути мудрости, не сворачивать с него, Господь, бескомпромиссно идти за Тобой к всему тому самому лучшему, что Ты приготовил для нас. Отец, мы принимаем Твою милость и благодать для нас вместе с этим словом. И пусть оно совершит то, для чего оно было послано в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. Аминь.